Всем привет и добро пожаловать на мой канал! В сегодняшнем видео я хочу с вами поделиться своими очередными удачными покупками с китайского сайта Алиэкспресс. Если вам интересно узнать, что же это было, то продолжайте смотреть. Что ж, предлагаю вам начать, пожалуй, наверное, с самого очевидного. Это с моего заднего фона, а именно с подушек. Возьму сейчас сразу вот такую вот подушечку, точнее это даже не подушка, это чехол на подушке. И приобрела я эти чехлы именно в черную пятницу, так как мне показалось, что это была самая выгодная цена. Но на самом деле нет, китайцы, вы знаете, очень часто хитрят. Собственно, как и у нас в магазинах, они перед праздником поднимают цену, потом делают а-ля скидки. Но все равно на фоне того, что я видела эти чехлы где-то по 8 долларов, я их приобрела до 4 за 1. Есть у меня два типа подушек, это вот с такими вот блестящими пайетками. И вот, как вы видите, сзади тут на фоне две с... нет, вот эта вот матовая и вот эта вот матовая тоже. Вот зелено-черная тоже, здесь зеленые блестящие, а черные матовые. Ну, то есть, это так уже вопрос вкуса. В чем фишка данных подушек, я думаю, вы догадались? Это в том, что на них можно вот так вот рисовать. Хочу сказать, что это просто какое-то гипнотическое приобретение для моего дома. Все гости, когда приходят, сразу начинают залипать. Кто-то тут начинает вырисовать какие-то рисунки, кто-то какие-то слова. Догадайтесь, какие! Ну, на самом деле, это просто нереально крутая вещь. У меня малые тоже от нее в восторге. Я просто обожаю эти подушки. Теперь часто вы в моих видео их видите на заднем фоне. Они стоят, очень красиво блестят, переливаются. Но единственное, в чем, конечно, минус, это в том, что в стоимость не входят сами подушки. Это только чехол. Чехол односторонний с этой стороны. Вот двухсторонние пайетки с цветом, которые вы выберете. Ну, и с обратной стороны какой-нибудь из этого цвета будет подкладочка. Очень крутые чехлы и безумно ими довольна. Следующее, что я бы хотела вам показать, пришло ко мне, к сожалению, с неким опозданием. Но поскольку до сих пор я использую это в декоре своей квартиры, все равно с вами хочу этим поделиться. Это вот такая вот гирлянда и гирлянда на батарейке. Она работает в двух режимах. То есть первый режим это вот она вот так вот моргать может, либо же просто постоянный свет. Где-то длина самой гирлянды в районе двух метров и обошлась. Она мне, если я не ошибаюсь, в доллар 25 или доллар 26. В общем, очень дешево. Мне кажется, что в этой гирлянде, в общем, вот видите, два раза вот так вот. Самое затратное в этой гирлянде, это, наверное, наполнить ее батарейками. Здесь три пальчиковые. Я ее обожаю. Ее можно положить дома на любую полочку. Вечером включать полочка будет выглядеть как-то уютнее, красивее. Я добавила вот несколько гирлянд вот этой, вот которую вы сейчас можете видеть на фоне. Вожу их в стеклянную вазу и вечером включаю в качестве такого, как ночничка или такого декора. Мне очень нравится, очень красиво это выглядит. Так, следующее, что я вам хочу показать, это вещь, которая просто я в нее влюбилась. Использую сейчас регулярно. Говорю сейчас о вот такой вот штучке. Это вот такая вот лампочка. Лампа для того, чтобы для тех, кто любит читать ночью и не хочет будить своих близких. Я, допустим, очень часто ночью, когда дети позасыпают, делаю маникюр и ставлю куда-нибудь себе сюда, цепляю телефон и пилю, в общем, свои ногти. То сейчас я вот приобрела вот такую прищепку. Ее можно зацепить куда-нибудь за кровать, за быльце, либо еще за что-то. Вообще, изначально она предназначена для чтения книг. Вы берете книгу, в общем, книжки у меня под рукой никакой нету, цепляете вот так вот ее, здесь прищепочка, опускаете, как вам нужно, светильнички. Светильнички здесь работают в двух режимах, то есть каждый светильник отдельно включается. Вы можете воспользоваться одним, можете воспользоваться двумя. И каждый из них работает в двух режимах. Это вот по одной лампочке, по одному такому диодику вполне достаточно, чтобы читать в полной темноте. Либо же, если вы в каких-нибудь, скажем так... Иван, а как будут сутинки на русском? Либо же, если вы читаете где-то на улице, скажем так, в сумерках, то вы можете включить вот два диодика и будет светлее. Опять-таки, очень удобная вещь, если вы любите ходить куда-то в походы. В общем, я не знаю, как по мне, эта вещь просто, ну, супер крутая. Она здесь на трех мизинчиках в батарейках. В общем, пользуюсь ей уже, наверное, на протяжении месяца и безумно довольна. Следующее, что я вам покажу, на покупку этой вещи я не решалась, ну, наверное, года два, так точно. Я давно ее видела, но мне все время казалось это какой-то лишней тратой денег. И как-то всегда они были очень дорогие. Говорю я сейчас о вот таком вот акриловом контейнере. И приобрела я его по той причине, что мне просто уже надоели эти ушные палочки, которые постоянно валяются везде в ванной. Я покупала вот сейчас, знаете, пластиковые стаканчики, там палочки идут уже в них. Выглядит, скажем так, совсем некрасиво. Потом я переставила в такой симпатичный стеклянный стакан у нас. Но тоже она выглядела не очень, плюс постоянно попадала пыль. И вот эта вот вещь просто супер. Вы кладете вот сюда вот палочки, и это будет смотреться в ванной комнате очень стильно. Палочки не будут разбросаны по всей ванной. И, кстати, для жителей Украины, не знаю, как в других стран, то у нас сейчас новая почта начали разносить вот эти вот все Алиэкспресс-посылки курьерами прямо на дом. То есть за 1 доллар я купила этот контейнер и мне принес курьер его на дом. Это очень удобно и очень круто. Про деток сразу расскажу вам две вещи, которые я вам не принесла сегодня показать, но которые я приобрела и могу вам со смелостью рекомендовать. Первая – это сетка для игрушек в ванну. Я вам обязательно добавлю здесь фотографии. Родители, я думаю, часто сталкивались с тем, что детские игрушки валяются по ванной везде. Даже если вы найдете какой-то для нее, скажем так, контейнер, то этот контейнер занимает много места. Этот контейнер будет куда-то падать, либо еще куда-то его надо ставить, искать. Это все занимает место, а чаще всего в наших ваннах, ну, скажем так, не так-то и много квадратов. Поэтому я приобрела вот такую вот сетку, сбрасывая все туда игрушки малого. И в чем еще удобство в том, что сеточка, она сеточка, собственно, и все капельки, вся вода, которая в игрушках есть, она вытекает через сетку в ванну. И таким образом игрушки высыхают, нигде там не остается никакая вода, то есть оно там не цветет. Единственное, на что хочу обратить внимание, то, что в комплекте идут просто ужасные присоски, и присоски вам придется менять. Но они продаются в любом хозяйственном магазине, у нас они стоят по 5 гривен, где-то вот плюс-минус. И поменять, мне кажется, не составит большого труда. Как, собственно, если вы хотите сшить эту сетку самостоятельно, то это тоже, пожалуйста, у меня нет на это времени и желания такое сшить. Поэтому мне проще купить отдельно присоски и эту вещь. Я ее сверху приклеила где-то к стенке, игрушки нигде не валяются, место не занимает, мне не мешает. Все супер, все круто. Следующий вид, это вот такие вот милейшие ушки, как такие зайчики. Неоднократно многие из вас сталкивались с тем, что провода падают куда-то под стол. Если у вас много вещей стоит на столе, то вечно тоже они куда-то запутываются, перепутываются. Если у вас какая-нибудь зарядка лежит около кровати, то она тоже постоянно падает на пол, то от ноутбука или от телефона. То вот таких вот зайчиков я приклеила себе на кровать. И каждый раз теперь цепляю провод вот сюда вот в ушки. И больше у меня нету никаких проблем в том, что надо где-то искать провод, что где-то он запутался. Единственное, в чем основная проблема, это где-то в течение недели приучить себя не просто отключить и бросить провод, а зацепить его за это ушко. Ну, буквально за неделю вы себя переучите, и всегда будет провод у вас под рукой, вам не нужно будет его искать там или что-то отодвигать. Точно так же можно, у меня подружка уже покупала себе, приклеила несколько таких ушек на стол, и там у нее провода какие-то USB, еще что-то. И вот оно тоже всегда все, так скажем, упорядочено, выглядит интересно, и я просто безумно довольна такими ушками. Так, следующая вещь, которую я вам покажу, это для кухни уже будет больше баловства, нежели необходимость. Это вот такая вот формочка для яичницы. Иногда, когда хочется ребенка не то что побаловать, а скорее разнообразить его прием пищи, когда ему уже все надоедает, то я могу приготовить вот такую вот яичницу. Единственная в чем особенность, это в том, что нужно все-таки разделить белок от желтка, и вот здесь вот не очень много места для белка. То есть лучше все-таки немножко вам придется здесь заморочиться, потом вылить сюда белок, сверху аккуратно вложить сюда желточек, и в таком случае оно будет жариться. Потому что если вы решите разбить сюда сразу яйцо, то скорее всего желток, белок растечется куда-то, и будет выглядеть это все некрасиво. Но когда вы вынимаете, очень интересно получается такое облачко с солнышком. Там вот эти вот лучики можно сделать из огурчика, из луку, из морковки какой-нибудь, и малые всегда воспринимают это все на уран, ну как и любое, собственно, разнообразие. Следующее, что я вам хочу показать, и это стало буквально моей находкой, это вот такие вот силиконовые кружочки и вот такие вот силиконовые треугольнички. И это наклейки на обувь. Эти вот кружочки предназначены для того, что если вы где-то натираете, это я уже готовлю к летнему сезону, приобрела их заранее, поскольку вы знаете, что это все очень долго идет с Алиэкспресс. Таких можно ставить, допустим, если у вас немножко шлепает туфель ваш, либо же босоножек где-то вам натирает, то можно наклеить вот такую вот штучку. Она не одноразовая, скажем так, она многоразовая, но опять-таки ее не хватит на очень долго, там, на всю жизнь. Конечно, они тоже имеют свойство снашиваться. Я взяла на первый раз, попробовала, у меня туфельки немножко в районе косточки натирают мне, и немножко задник шлепает. Не угадала на полразмера я, поэтому вот там, где натирают, наклеиваю эти штучки, и это все мега мягко становится и удобно. А там, где шлепают, можно наклеить вот такие вот треугольнички. Здесь есть два варианта наклейки. Вы можете наклеить вот это вот на задний, вот таким вот образом это будет выглядеть, вам держать пяточку. Либо же, если у вас, скажем так, туфель не позволяет так наклеить, то можно наклеить это вниз, в самом там, где находятся уже ваши пальчики. Тоже уже любым способом, либо вот так вперед, либо вот так, и тогда ваша ножка тоже будет больше фиксироваться, и не будет, так сказать, вы знаете, где в туфельках открытые носочки, то она не будет вылазить сильно. Или опять-таки, если вас шлепает, сильно уходят пальцы вперед и шлепает задник, то таким образом тоже будут пальчики фиксироваться. Они стоят копейки, но я попробовала, на моих туфлях сработал и этот вариант, и этот, поэтому могу смело вам рекомендовать. Это очень нужная вещь в хозяйстве. Возьмите, попробуйте, и потом, я думаю, вы будете постоянно их приобретать, если у вас есть такая необходимость. Также я приобрела такую новинку, скажем так, новинку, сейчас очень, я думаю, вы много уже об этом могли где слышать, на американском YouTube, и рассказичные блогеры тоже начинают это повторять. Это появился вот такой вот силиконовый спонж, я думаю, к моменту выхода этого ролика видео уже будет, видео-тест, драйв этого спонжа у меня на канале. Это спонж, который не поглощает совершенно тональную основу, который должен неплохо ее разносить. Ну, в общем, честно сказать, я его еще не пробовала, хочу вам показать только для того, чтобы в дальнейшем уже поделиться с вами впечатлением и видео о применении его. И он мне обошелся, по-моему, где-то в районе 80 центов. Ну что ж, посмотрим, как он сработает. Дальше то, что я вам покажу, это стало просто так мега находкой, я думаю, вы неоднократно встречали на Алиэкспресс такие насадки на два пальчика, когда моете кисти, вот, одеваете на два пальца и моете обретую ребристую поверхность кисть свою. Но это, скажем так, не всегда удобно держать на пальцах, тонусы скальзывает, да и вообще как-то не в целом, может быть, не очень удобно. И я нашла вот такую вот штучку, в чем и огромный плюс, в том, что здесь она цепляется на раковину. На моей раковине она держится великолепно, вы ее намочили здесь, приклеили к раковине и все, и моете все свои кисти. Это просто мега спасение, мега находка, стоила она тоже там в районе доллара. Просто супер крутая вещь, вот такие вот пупырки здесь покрупнее легче помогают мыть именно такие кисти для пудры, для тональной основы. Вот такая вот ребристая отмывает на ура. Все кисти для теней, это просто не то, что находка и помощник, это супер крутая вещь. Девочки, кто сталкивается с проблемой мытья кистей, в том, что тяжело их вымывать, я вам очень сильно рекомендую эту вещь, она действительно стоит копейки. И опять-таки ее тоже принесли на дом. Сам процесс вымывания кистей при помощи этой штучки сокращается как минимум раза в три, так точно. И, соответственно, потом, после того, как вы вымыли ваши кисти, я чаще всего сталкивалась с тем, что, ну, как их сушить? Отжали кисть, там перевернули, положили. Ну, и, в общем, сохнут. И как-то до определенного момента у меня не было проблем с каким-то распушиванием этих кистей, но потом я столкнула, что действительно кисти начали пушиться. И лучше все-таки приобрести, не знаю, как правильно называется это. В общем, я вам здесь сразу покажу. Я взяла вот таких сразу три набора, потому что поняла, что пора. Сеточки, в общем, насадки, которые, ах, я уже подтянула вверх и так зад не одену. В общем, когда вы помыли вашу кисть, для того, чтобы когда она высохла, она сохранила размер, вы берете вот такую вот сеточку и надеваете ее на кисть. Причем она подходит на кисть совершенно любого размера, как вы видите, вот на такую для пудры. И вот снизу вверх вы ее натаскиваете, вот. И когда ваша кисть сохнет, она уже сохнет в правильной форме, ничего никуда не вылазит. Так, собственно, она вот налазит и на большие, и на маленькие. Стоил набор, по-моему, из 10 штучек в районе 30 центов. Поэтому я вот взяла сразу три набора, это мне обошлось в доллар, и принесли тоже домой. Безумно довольна и очень вообще себя ругаю за то, что не приобрела это раньше, потому что некоторые кисточки действительно после мойки уже начали разрастаться в разные стороны. А вот так вот форма держится отлично. Дальше, что я вам покажу, я вам не раз показывала, я уже приобретала на Алиэкспрессо типсы для свочей лака. И я их, кстати, сегодня брала, но где-то все-таки не донесла. Ну, в общем, они у меня имели вид вот такого вот болтика, на который надеваются вот такие вот типсы. В этот раз я решила приобрести кольцо. Я делала здесь всего несколько типов, чтобы показать вам сам формат. В чем для меня удобнее лично кольцо? Потому что когда у вас появляется новый лак, и вы вот собираете именно, допустим, как я, градиентом вот по радуге, как правильно, в общем, все цвет к цвету, то для того, чтобы одеть, скажем так, синий, который у меня находится в самом низу, мне нужно было снять все, одеть синий и потом, в общем, все назад нацепить. И при этом не потерять вот эту вот гармонию, опять, в общем, собирать эту мозаику, это, конечно, было напряжно. Чем здесь плюс? То, что здесь вы можете разобрать в любой момент, там, куда вам нужно одеть. Влево-право разъединили, вот так вот открыли, достали, новый сводчик одели, закрыли, все. Никаких проблем нет. Но в этих типсах есть небольшой косяк в их качестве. То есть, если к тем, у меня вообще не было никаких придирок, то вот здесь вот есть такие вот небольшие, не во всех, но вот в некоторых вот такие вот, не знаю, насколько вам сейчас будет видно, пластиковые косяки, скажем так, которые не убраны. Они не во всех есть, но они здесь есть, поэтому я вас хочу заблаговременно предупредить. Но в целом вот такие вещи, мне кажется, все равно будет удобней. Будут сейчас уже новые сводчи делать. Думаю, даже свои старые лаки, возможно, старые свои вот эти вот коллекции, перегоню на кольцо, потому что все-таки с кольца будет удобней их доставать и добавлять. Также приобрела, поскольку уже одного продавца начала брать вот такой вот набор палочек дотс, для того, чтобы вы меня часто спрашиваете, чем я рисую какие-нибудь рисунки. Я их рисовала то зубочистками, то какими-нибудь спичками. Но сейчас решила взять вот такой вот набор из пяти здесь дотсов. Дотс – это такая вот пластиковая ручка, на которой шарики есть, более крупные и более мелкие. И, в общем, если вам что-то надо, вы капаете капельку лака куда-то и потом переносите уже размером того дотса, который вам удобнее и можете рисовать. Так, ну еще что хотела бы показать для макияжа. Думаю, многие из нас сейчас встречали вот такие вот модные кисточки. И, в общем, они были повсеместно, да и до сих пор остаются. Я приобрела такую кисть за, по-моему, 90 центов, только вообще сугубо из интереса. Хочу сказать, что наносит, не знаю, как те кисти наносят, но эта кисточка тоже отлично наносит тон. Она очень мягкая, она очень плотно набита вот этими всеми ворсинками. Они не колются, они очень такие мягенькие-мягенькие. И хочу сказать, когда я в Киеве трогала каэлин, то она, по-моему, ничем особо не отличалась. По крайней мере, по тактильным ощущениям вот этой китайской, так точно. Я уверена, что в нанесении, конечно, была бы разница, но в тактильных ощущениях никакой. Она вот здесь вот немножко вот так вот гнется, собственно, как и профессиональные кисти. Тон наносит довольно-таки плотно. Многие говорят, что эта кисть практически не седает тон. Здесь я не соглашусь, все-таки тон со временем проваливается сюда. Единственное, что, конечно, не так быстро и не так сразу. Потому что, когда я нанесла хайлайтер на лицо и попробовала распределить этой кистью, то если бы я нанося другой кистью, он как-то мгновенно распределялся, то тут полчаса я его так сдвинула, и у меня здесь даже образовался такой небольшой подтек. То есть она наносит довольно-таки плотно, но при этом всем она сильно много не забирает в себя. В общем, интересная кисть на свою цену вообще супер. Если вы искали кисть для тона, то попробуйте такую тональную основу наносить без разводов, без ничего. И я ей довольна и довольно-таки часто сейчас использую. Так, ну и последнее, что я вам покажу, это то, что сейчас находится на мне. Я надеюсь, что вы слышите улучшение звука. Это вот такой вот микрофон, точнее микрофон находится у меня. Пришел он ко мне вот в таком вот чехле. Эти микрофоны повсеместно продаются и у нас в стране, но в среднем их цена дороже где-то на 30%. То есть для меня не составило большого труда подождать, пока он придет. Шел он опять-таки в районе месяца. Пришел со всевозможными инструкциями, со всевозможным наполнением. То есть здесь пришел микрофон. Длина шнурка где-то здесь, по-моему, метра три. Со всевозможными переходниками. То есть вы можете также записывать звук не только на камеру, но и на диктофон, на телефон. Здесь разные переходники. Есть вот такой вот даже скотч, лента точнее. Если вы захотите проводить прослушку, и вам нужно будет приклеить микрофон к телу, то вот здесь даже есть лента. Также здесь есть вот такой вот пушок, чтобы защищать от ветра. В общем, все очень круто, все очень удобно. И что мне понравилось, подкрепила упаковка, поскольку до этого микрофон от аудиотехники, он у меня сломался буквально через месяц. И, в общем, хранить его было неудобно. То есть здесь очень крутой вот такой вот твердый кейс. И если вы ищете новый микрофон, то очень крутая вещь. Хотя до этого у меня я снимала практически полтора года на микрофон, опять-таки, с Алиэкспресс за полтора доллара. И тоже была им довольна. Что ж, на этом все. Вот такие вот были мои покупки с китайского сайта Алиэкспресс. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, оно вам было интересным. И, возможно, кое-что вы взяли себе на заметку. Я буду вам очень благодарна, если вы поддержите меня пальчиками вверх, если вам понравилось это видео. Если не понравилось, то тогда нажимайте смело пальцы вниз. В любом случае, я буду рада обратной связи от вас. Если вы не видели мои предыдущие два видео, то после этого видео я оставлю на них обязательно ссылки. Ну и что ж, до встречи в следующих видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok